На космической конференции в Париже было принято решение отправить лучших космонавтов на лучшем космическом корабле к Солнцу. Стартовал космический корабль с четырьмя отважными космонавтами прямо из центра Парижа. Художники писали в честь этого события картины, танцовщицы танцевали, а космонавты уже улетели. Фух, ну и жара. Через пару лет космонавты подлетели к Солнцу. А как вы считаете, мы можем подлететь к Солнцу поближе? Мы не просто можем, мы обязаны это сделать. Хорошо, что наш космический корабль в полном порядке, и мы сможем подлететь. Что происходит? По-моему, начался солнечный шторм. Зачем мы так подлетали близко к этому Солнцу? Вроде все живы. Пойду, вернее, доползу до энергетического ядра и посмотрю, что с ним. А энергетическое ядро в центре нашего корабля вышло из строя. Теперь нужно перенаправить из восьми отсеков, которые окружают это ядро энергию, прямо в центр нашего корабля, чтобы выбраться из этого космического шторма. После каждого космического шторма забываю, как устроен наш корабль. А, вспомнил, здесь мостик, здесь машинное отделение, здесь оружейное, медицинский отсек, ремонтный пункт, жилой отсек, грузовой отсек, и здесь столовая точно. Вот здесь ведь столовая. Как я мог это забыть? Пора подниматься и провести экстренную планерку прямо в центре энергетического ядра. А вы помните, как наш корабль выглядел еще час назад? Да, все отсеки корабля были починены. А какой замечательный сегодня был завтрак из тюбиков в столовой. Да что тут говорить, все отсеки работали исправно. А сейчас вы только посмотрите, сколько отсеков вышло из строя. А вот и колода повреждений. И прямо сейчас нужно достать одну карту и узнать, какие отсеки повреждены больше, чем остальные. Машинное отделение, есть повреждения, ремонтный пункт и столовая. Но это еще не все, потому что солнечный шторм был очень крепким. Смотри, медицинский отсек тоже поврежден, ремонтный отсек получает вторую пробоину, и оружейная также слегка задета. Теперь осталось только положить карту пробоин под низ колоды. И смело можно приступать к ремонту, конечно же, ремонтного пункта. Но сделать это будет очень сложно. Потому что мы играем на невероятно сложном уровне сложности. Если бы мы играли на низком уровне сложности, мы бы оставили в колоде 8 универсальных карт. На среднем 6, на высоком 4, на максимальном 2 универсальные карты. А мы сейчас сыграем на уровне, который называется «Пекло». И все 8 универсальных карт мы отбрасываем в сторону. Все карты ресурсов мы перемешиваем. И раздаем каждому, сколько каждому достается карты. В бортовом журнале «Космических приключений» сказано, если экипаж корабля состоит из 4-х членов экипажа, тогда каждый получает 2 карты ресурсов. Интересно, интересно, какие ресурсы сейчас получат черный. Нано-боты и данные. У желтого 2 металла. У красного нано-боты и энергия. А у синего данные и энергия. Вот эти карты мы еще раз перемешаем. И откроем 2 карты. 2 нано-бота. Первым на починку корабля отправляется синий. И учитывая, что вот эта часть корабля как-то особенно повреждена, синий смотрит на оружейную. И говорит, я перемещаюсь сначала. Раз. Два. И третье действие трачу на то, чтобы починить отсек. Да. Для этого нужно устранить повреждения. Вот таким образом. Отправив взброс данные, тут же на этом месте появится вот такой куб. Все. Оружейное теперь починено. И теперь можно смело перенаправлять энергию. И для этого нужен металл, нужна энергия и нано-боты. Посмотрим, что есть у синего. Есть пока только энергия. Нужно достать нано-ботов и металл. Но вот уже наступает у нас вторая фаза сбора ресурсов. И можно взять одну карту, лежащую лицом вверх. Или две карты сверху колоды. Давайте мы ее еще раз перемешаем. Возьмем две карты сверху колоды. И здесь у нас металл и данные. Да, нам бы еще и нано-ботика, и все было бы хорошо. Ну, а теперь повреждения. Да, повреждения прилетает в столовку. Столовая получает второе повреждение. Да, слушай. Но третье еще будет некритичное. Вот четвертое будет фатальным для всего корабля. Ну, а теперь давай прочитаем про вот это свойство столовой. Если весь отсек будет починен, то можно отдать, взять карту ресурса или обменяться ею с другим игроком. Но как же на стольщике и без инфографики. Вот такая инфографика появляется. Хорошо бы вот здесь вот, да, чтобы она появилась. Но здесь у нас лежат ресурсы. Просто будем помнить, что вот в столовой есть вот такая возможность. Ну, а теперь что у нас будет делать игрок в красном скафандре? У него, обрати внимание, нано-боты и энергия. Давай твой ход. И обрати внимание, столовая уже повреждена. Может быть, в столовку чинить ее? Да, забыл сказать. Если космонавт находится в столовке, то отдавать, брать карту ресурсов или обмениваться с другим игроком может вне зависимости от того, где находится этот космонавт. Но, ты знаешь, первое действие красный тратит на то, чтобы переместиться в столовку. Второе действие, ты знаешь, в любом порядке можно устранить повреждения. И вот, чтобы это продемонстрировать, он сначала сбрасывает энергию для того, чтобы починить вот этот отсек столовой. Ну, и вот тут уже и нано-боты также третьим действием сбрасывается, чтобы столовка полностью была починена. Можно теперь смело, да, искать две карты данных и энергию, чтобы перенаправить энергию из столовой в энергетическое ядро. Ну, а теперь начинается... Да, первое, металл нам совсем не нужен. И еще один металл. Да, вот так сбор ресурсов. Ну, что же, сбор ресурсов прошел неудачно для красного. А посмотрим, что для корабля. Да, это сначала мостик, мостик, тыдыщи, вот таким легким ударом выбивается вот из этого нано-бота все его данные. И мостик слегка поврежден. Если мостик будет починен, то можно посмотреть три верхние карты колоды повреждений и поместить их обратно в любом порядке. То есть сначала нужно починить мостик, сюда нужен нано-бот, а после этого берется три карты, смотрится и возвращается в любом порядке. Да, слушай, это хорошее свойство этого мостика, но мостик еще нужно починить. Желтый хоть и показывает в ту сторону, но пойдет в другую сторону. Первым действием перемещается в медицинский отсек. После этого он устраняет повреждения, сбрасывая один металл, сбросил и тут же здесь отсек починен. Ну а третьим действием он попытается обыскать этот отсек. Для этого нужно бросить кубик. И если там выпадет один или два, то ничего не происходит. А если три, то мы берем одну карту. Причем ты можешь взять одну карту как в закрытую, так и в открытую. Ну посмотрим. Здесь, видишь, нужны данные и энергия, чтобы перенаправить из медицинского отсека в энергетическое ядро энергию. Поэтому мы возьмем в закрытую и надеемся, что здесь будет, да, энергия. Одна энергия уже есть, а здесь нужно две и еще где-то найти данных. Ну вот ты знаешь, еще ведь возможно меняться этими картами. Поэтому вот такие три действия были совершены. А теперь, теперь да, теперь возьмет уже две карты сверху колоды в фазу сбора ресурсов. И здесь, ну ты посмотри, как по заказу у нас две энергии и данные. Срочно нужно сохранять медицинский отсек в том же, вот, в неповрежденном виде, чтобы, начиная ход в этом отсеке, взять два жетона действий. Вот таких, да, два жетона действий. Это важно. Главное, чтобы сейчас медицинский отсек не был поврежден. Машинное отделение. Где у нас машинное отделение? Вот оно получает второе повреждение. И пока что не критично. Мы здесь все рядом. Мы обязательно дойдем и починим. А что делает машинное отделение? Поменяйте одну карту ресурса из своей руки на любую карту из стопки сброса ресурсов. Это нарисовано и в этой инфографике. Берешь любую карту, допустим, металл, и меняешь ее на любую карту, которая есть в стопке сброса. У черного есть один нанобот и данные. И он решает починить мостик. Для этого перемещение, перемещение. Это два действия. И третьим действием он берет одного нанобота, сбрасывает. И мостик полностью у нас отремонтирован. Это значит, что можно перенаправлять энергию. Посмотри. Данные, металл и энергия. Что там есть у черного? Пока что только данные. Ну что же, вот она вторая фаза сбора ресурсов. Мы берем две карты. Не глядя. И здесь у нас... Так, слушай, энергия. Есть нам еще металл. То есть нам нужно с кем-то обменяться. Может быть, смотри, у красного есть металл. Он может следующим ходом подойти сюда и отдать нам одну карту. Причем нет. Нет, он находится в столовой. Если столовая будет не повреждена, то он может отдать, взять или обменяться карту картами с другим игроком. Отлично, что он здесь находится. Будем об этом помнить. И сейчас, учитывая, что карты уже взяты в фазу сбора, посмотрим, посмотрим, куда прилетело повреждение от солнышка. В грузовой отсек. Вот в этот грузовой отсек. Да, посмотри. Остался без энергии. Но и давай смотреть инфографику. Посмотрите пять верхних карт колоды ресурсов и верните их в любом порядке. Да, слушай, это хорошее напоминание будет нам вот здесь лежать. Ну что же, все по одному разу что-то сделали на корабле. И теперь опять, где у нас там? А, вот он. Вот у нас игрок в синем скафандре. И начинает починку корабля в следующий день. У синего скафандра есть металл и энергия, но нет нанобота. И поэтому он бросает кубик и видит тут четверку. Если выпадает 3, 4, 5, то он берет одну карту, причем либо в открытую, что он и делает, либо в закрытую. И здесь появляется еще один нанобот. То есть, все равно, откуда бы он взял эту карту, у него бы был нанобот. Это было первое действие. Так называемый обыск отсека. Ну а теперь он берет нанобота, металл и энергию, сбрасывает и посмотри, что делает. Видишь, вот здесь нарисовано инфографикой, какие карты нужно сбросить, чтобы здесь появился вот такой жетон. Это перенаправление энергии. Значит, с одного отсека уже перенаправленная энергия в центр корабля. Он починен. Теперь его легче будет чинить. Даже если все вот так вот кубы повреждений будут сняты, можно будет прийти сюда и положить либо данные, либо нанобота, либо металл, и все три положить обратно. Вот так легко чинить теперь оружейную. Итак, это было второе действие перенаправления энергии. Третьим действием... Так, может быть, перейти куда-то? Нет, третьим действием он будет задействовать, вернее, он будет активировать свойства отсека. Поместите два жетона защиты в один или два отсека, уберите их в начале своего следующего хода. И ты знаешь, вот очень хочется сохранить медицинский отсек вот в таком же состоянии, потому что здесь начинает желтый. Если отсек сейчас будет поврежден, то желтый не получит два жетона действия в начале хода. А хочется его сохранить так. И может быть, может быть, ремонтный отсек уже достаточно, чтобы ему получать... Да, давай отправим два вот этих... Ну, во-первых, две карты защиты оставим у себя, как напоминание. И возьмем вот так один жетон и второй жетон здесь разместим. Все, это хорошо. Так, три действия закончены. Ну, а теперь, ну, а теперь что? Сверху колоды, да. Давай возьмем все-таки два ресурса. Отлично, металл и энергия. Это мы собрали ресурсы. Теперь посмотрим карту повреждения. Какой же отсек на этот раз получит повреждения? Медицинский отсек, посмотри. Всего лишь навсего один жетон снимается отсюда. И повреждения не получает. Медицинский отсек, отлично. Молодец. Ну, а теперь у нас ход красного. Ну, а перед этим немного инфографики про медицинский отсек. Видишь, написано плюс один, плюс один. Неспроста. Начиная ход в этом отсеке, возьмите два жетона действия. Очень скоро желтый, начиная ход в этом отсеке, возьмет два дополнительных жетона действия. И у него будет аж целых пять действий в этот ход. С Земли космический корабль выглядит вот так. Далеко, далеко. А красный, посмотри, у него сейчас есть возможность активировать отсек и поменяться. Да, поменяться. Причем не с тем космонавтом, который находится с ним в одном отсеке, а вообще с любым космонавтом. Да, вот в чем особенность этого отсека. Но он этого делать не будет. Потому что в прошлый раз он говорит, слушай, ну поменяюсь-ка я с вот этим вот черным, да, чтобы перейти сюда и перенаправить энергию. Но нет, ты посмотри, у черного энергия и две карты данных подходят, чтобы черный сделал один шаг сюда и перенаправил энергию из столовой в энергетический. То есть его не будем трогать. Но, и посмотри сюда, из жилого отсека можно перенаправить, здесь нужно два металла. Два металла уже есть, поэтому первым действием перемещается в грузовой отсек. Вторым действием сюда. И третьим действием нужен поиск. Можно рискнуть. Можно рискнуть. И при выпадении, допустим, шестерки, есть шестерка, откуда я знал, значит, возьмите две карты. Причем, смотри, мы сделаем, конечно, так, чтобы было наверняка. Возьмем одну карту отсюда, тут же откроем карту, и одну карту можем взять и отсюда. Но посмотрим, если сейчас жилой отсек получит повреждение, то это будет энергия. Поэтому энергию нам нужно и взять, берем энергию, ну, для того, чтобы подчинить, да, понимаешь. Все, взяли две карты, это мы обыскали так отсек. Первое, второе действие и третье обыск отсека. А теперь, теперь у нас сбор ресурсов. Мы берем две карты в закрытую, и это максимум, что может быть у красного. Посмотри, всего шесть карт, больше нельзя. Ну, а теперь посмотрим, какой отсек получит повреждение, и это будет тыдыщ! Жилой отсек. Жилой отсек, у него нет вот такой вот защиты. И как раз, как мы их только что предположили, да, энергия у нас есть. Что же делает жилой отсек? Переместите мипла любого игрока в отсек, где уже есть другой мипл. Это очень удобно. Потому что ты можешь взять, ну, допустим, вот, взять черного и переместить его сюда. Либо даже взять самому и переместиться туда, где есть другой космонавт. Это очень удобно. Ну, что же, повреждения получены. Про отсек рассказано. А теперь, ну, вот же он, вот же, посмотри, начиная ход в этом отсеке, возьмите два жетона действия. А желтый прям начинает ход в этом отсеке. Вот такие два жетона дополнительных действий появляются в руке у желтого. И для начала давай первые три действия базовых. Первое действие – перемещение в ремонтный пункт. Вторым действием он починит вот за этот металл верхний отсек. Так, починен. А теперь, посмотри, энергия. Тоже есть энергия. Энергия сброшена. И это уже третье действие. Но есть еще два дополнительных действия. И за первое действие он будет обыскивать отсек. Хоть бы сейчас выпала опять шестерочка, но выпала пятерочка. Ничего страшного, это одна карта. Одна карта нам всего лишь и нужна. Только вот эта. Нано-боты. Открывается следующее. Сразу открывается следующее нано-боты. И вот эта карта есть. Посмотри, как хорошо складывается у желтого дела. Он сбрасывает еще один жетон действия, чтобы перенаправить энергию из ремонтного пункта вот сюда, в энергетическое ядро. А для этого у него есть все. Посмотри. Данная энергия нано-бот. Данная энергия нано-бот. Все эти карты отправляются в сброс, и энергия перенаправлена. Всего пока что два отсека из вот этих восьми отличаются тем, что энергия из них перенаправлена. Но теперь посмотри. Посмотри. Можно устранять одно повреждение любого отсека, сбросив соответствующую карту ресурсы. Прямо вот здесь стоишь и чинишь себе грузовой отсек. Но, правда, нужна только энергия. Итак, сбор ресурсов. Все, мы, значит, открываем две карты. И вот, посмотри, есть металл и энергия. Хорошо, грузовой отсек, значит, будет починен. Но теперь осталось получить повреждение. Какой же отсек получит сейчас повреждение? Вот сейчас и узнаем. Тыдыщ! Оружейная получила. И вот поместите два жетона защиты в один или два отсека. И уберите их в начале своего следующего хода. Вот такая вот инфографика здесь будет лежать. У нас мы уже точно знаем, какая карта здесь. Потому что ремонтный отсек в следующем ходу обязательно получит повреждение. Потому что все остальные уже получили. А вот именно здесь карты повреждения первого уровня отличаются тем, что по одному повреждению получает каждый отсек. Но дальше будет сложнее. Потому что потом сразу два отсека будут получать повреждения. Черный скафандр, как и планировал, сейчас возьмет энергию. Вот эти две карты данных. И перенаправит энергию. Но для этого он... Видишь, здесь он может еще посмотреть три верхних карты колоды повреждений и поместить их обратно в любом порядке. Но все-таки пока что это делать рано. Потому что мы примерно предполагаем, какая карта сейчас будет. Первое действие перемещения. Второе действие. Две карты данных и одна энергия. Чтобы перенаправить энергию. Три отсека. Фух. Раз, два, три отсека уже с перенаправленной энергией. Осталось пять. Раз, два, три, четыре, пять. Но это уже что-то. И, наконец, третье действие. Ты знаешь, мы можем сохранить. Взять вот так вот один вот такой жетон и сохранить на следующее. Но сейчас у черного совсем нет карт. И поэтому, наверное, все-таки обыск, что ли, произвести. Обыск. Как ты думаешь? Или можно, смотри, отдайте, возьмите или обменяйтесь в картами с другими. Вообще можно взять и переместиться сюда, в грузовой отсек. Как считаешь? Да, это тоже. Давайте за третье действие переместимся в грузовой отсек. А теперь мы можем взять в эту фазу сбор ресурсов либо одну карту, лежащую лицом вверх. Либо две карты, лежащие лицом вниз. И нам достаются нано-боты и данные. Но мы помним о том, что вот это вот, наши песочные часы. Как только закончится колода ресурсов, мы проиграем. Так что, знаешь, так мы сейчас здорово берем отсюда по две карты. Но, может быть, пора уже все-таки и по одной как-то начинать тянуть из этой колоды. Ну, а теперь, как мы и предполагали, тыдыщ. Ремонтный пункт. На ремонтном пункте еще лежит вот такой один жетон. Жетон защиты. Это значит, что ремонтный пункт не получает повреждения. А синий, его, в принципе, следующий ход говорил о том, что нужно взять, сбросить эту карту. Все, возвращает ее на место защиты. И теперь, ну, давай еще одну инфографику здесь мы определим. То есть, можно устранять повреждения любого отсека, сбросив соответствующую карту ресурса. Но это только в том случае, если отсек у нас отремонтирован. Поэтому, если он поврежден, то уже невозможно использовать активацию этого отсека. Это был ход черного скафандра. А теперь все наше внимание перемещается к синему скафандру. Что у него там? Он в оружейной. Оружейная слегка повреждена. Но на оружейную можно уже не обращать внимания. Нужно обращать внимание на машинное отделение, которое вот-вот выйдет из строя. Синий задумал, конечно же, спасти корабль по-настоящему. И для этого сначала первым действием нужно починить. Можно, смотри, у него ведь хватает ресурсов, чтобы сейчас взять, починить машинное отделение. У него есть данные и металл. Посмотри, можно перейти сюда. Перешел сюда, починил. И все, машинное отделение готово. Но сейчас он находится в оружейной. И первым действием он данными чинит оружейную. Починил. А два оставшихся действия он будет активировать оружейную. Первым действием. Давай защитим какие же отсеки. Итак, наверное, все-таки смотри. Вот эти две карты. И вот эти два жетона. Давай так, чтобы можно было перенаправить энергию вот отсюда. Из жилого отсека. Потому что красный сейчас будет ходить следующим. У него все есть для этого. Смотри, энергия есть. Есть энергия. И есть два металла и нанобот. Поэтому, значит, сохраним жилой отсек. А также грузовой отсек, что ли, сохранить. Или... Давай, да, грузовой отсек. Все, сохранили. Это было второе действие. А третьим действием он опять активирует оружейную и помещает еще два жетона защиты. Вот какой защитничек. Вот они, карты защиты. Ну и теперь давай смотреть, что мы будем делать. Так, кстати, отсюда можно здорово устранить повреждения. Поэтому желтому, знаешь, как возьмем вот сюда. То есть он отсюда что-нибудь допочинит. Ну и, конечно же, машинное отделение пускай не получает пока что в ближайшее время никакие повреждения. Вот сколько жетонов защиты предотвратят наши повреждения. Но это была только от синего, так сказать, первая фаза. Фаза трех действий. А теперь, ну что, пора, наверное, брать ресурсы. Да, две все-таки сверхоколоды. Вот данная энергия есть. Колода потихонечку тает. Ну ничего, ничего. А теперь мы посмотрим, какие же отсеки получают на этот раз повреждения. Тыдыщ! Жилой отсек. Жилой отсек. Нет, мы не снимаем вот этот куб. Мы снимаем всего лишь навсего вот этот жетон. И столовая. Столовая, столовая. Вот столовой, да. Со столовой мы снимаем, потому что там такого жетона нет. Можно смело вернуть карту защиты первой уже опять в защитный блок. А все остальные карты лежат здесь до тех пор, пока к синему не вернется опять ход. Ну а теперь ход красного. Он тут обложился металлами, наноботами, энергией и будет сейчас их тратить. Но для начала, чтобы перенаправить энергию, нужно починить жилой отсек. Для этого энергию нужно сбросить. И вот здесь у нас уже жилой отсек починен. Это первое действие. Вторым действием два металла и нанобот. Два металла и один нанобот сбрасывается, чтобы и отсюда энергию перенаправить. Раз, два, три, четыре энергии. Четыре на четыре уже перенаправлено. Осталось еще четыре. Здесь, здесь, здесь и здесь. Но здесь у нас еще под защитой машинное отделение находится. Так, еще осталось одно действие. И мы потратим его на то, чтобы обыскать отсек. Давай обыщем. И я надеюсь, что выпадет шестерка. Отлично. Это значит, что мы можем взять две карты. Либо посмотри. Одну в открытую, одну в закрытую. Либо две в закрытую, либо две в открытую. Смотрим, что нам нужно. Значит, что касается черного. Черный сейчас, так, ему нужна энергия, чтобы починить отсек. И у него есть уже нанобот и данные, чтобы перенаправить энергию. Так, теперь, может быть, взять и потом ему подарить. Ну, то есть, прийти к нему. Ведь красный ходит перед ним. Хотя вот металл уже есть. Нет энергии. Так, что будем делать? Будем брать две карты в закрытую. Да, и здесь есть энергия. Отлично. Если черный не найдет энергию до этого, то, значит, энергию мы ему потом переправим. Ну что же, это было третье действие. Пора теперь собрать ресурсы. Либо взять одну карту, либо пора уже, наверное, по одной. Давай возьмем наноботы. Потому что здесь, на самом деле, колода очень сильно тает. Взяли одну карту, а не две сверху колоды. И у нас пока что лимит здесь, видишь, в шесть карт не превышен. Все же, это был сбор ресурсов. Ну а теперь опять повреждения. Пока еще два отсека будут получать. Мостик и грузовой отсек. Мостик. Сняли один куб. И грузовой отсек. Ты пас... Нет, с грузового отсека мы не снимаем куб, потому что здесь у нас второй жетон защиты. Давай его вернем. Справляется с этим делом. Все. Фух. Отлично. Спасибо. Не получил. Только мостик слегка поврежден. Ну ничего, ничего, мы придем его и починим. Тем более, что это необходимо сделать, чтобы перенаправить энергию в энергетическое ядро. Ну а теперь, да, у нас вот здесь находится желтый. И он может устранять повреждения любого отсека, сбросив соответствующую карту ресурсов. У желтого есть металл и энергия. И первым действием он активирует этот ремонтный отсек, чтобы сбросить энергию и починить грузовой отсек. Вот так на расстоянии умеет делать это. Это, посмотри, вот этот робот. Так, теперь, что касается... Вот пока что еще сложно чинить машинное отделение, но вторым действием он будет делать это желтый. Еще раз металл сбрасывает и вот здесь починил. Если бы энергия была перенаправлена, то достаточно одного ресурса, чтобы починить сразу весь отсек. То есть все машинное отделение. Это было второе действие. Ну а третьим действием... Третьим действием... Третьим действием... Давай, может быть, сохраним это действие. Сохранить, что ли? Или заняться обыском? Но, в конце концов, ты знаешь, карт все меньше. Ладно, давай поищем, что ли? Нет, давай сохраним одно действие на будущее. То есть в следующий ход у нас будет четыре действия. Фух. Ну а теперь... Да, теперь все-таки давай две карты отсюда, потому что у желтого совсем нет карт. Вот у него металл и энергия. Хорошо. Это опять подходит для того, чтобы чинить, если ремонтный пункт сейчас не пострадает. Посмотрим, какие отсеки получат повреждения машинное отделение. Машинное отделение у нас с защитой. Поэтому защиту возвращаем на место. Карту также. Также осталось еще только вот на ремонтном пункте. А вот, кстати, ремонтный пункт также получает повреждения, но не получает повреждения. Потому что защита была мощная, выставлена синим игроком. Нужно будет повторить. Как ты считаешь? Отличное дело. Да, кстати, и синий продолжает стоять здесь, на оружейной. И будет продолжать расставлять вот эти вот всякие защитные элементы на корабле. Тем более у него так здорово получается. Ну а теперь черный. Черный, пора уже перенаправлять энергию в центр из грузового отсека. Черный рад бы был переправить энергию в центр корабля, но у него нет металла. Поэтому первым действием он активирует грузовой отсек. Смотрит пять верхних карт колоды ресурсов. Раз, два, три, четыре, пять. И надеется, что здесь будет металл есть и металл. Значит, соответственно, эта карта должна быть с самого верха. Давай потом данные. Наверное, нано-бот. Энергия нано-бот. Вот так. В любом порядке мы можем расположить. Самое главное, что сверху у нас металл. Это было первое действие. Вторым действием он обыскивает отсек и говорит, ну, я точно знаю, что беру одну карту сверху ресурсов. Вот эту. Это металл. И теперь нано-бот. Данные и металл сбрасываются вот сюда, в стопку сброса, чтобы перенаправить энергию вот отсюда. Что ж получается? Раз, два, три, четыре, пять. Еще три. И еще три. И можно будет улететь из этого солнечного шторма. Я надеюсь, что слаженная команда позволит это сделать. Слажная работа команды. Ну, а пока что давай смотреть. Да, конечно же, берем две карты сверху ресурсов. Вот такие карты. Данные и нано-боты. Это у нас был сбор ресурсов. А теперь смотрим, повреждения каких двух отсеков ожидаются в это время года. Ремонтный пункт. Ремонтный пункт вот здесь. Да, здесь уже не лежит у нас жетон защиты и грузовой отсек. Ты посмотри, грузовой отсек. Ты да ищи. Но теперь-то его чинить будет легче, конечно же. И вот только теперь посмотри на эту радостную улыбку в синем скафандре. Он ведь сможет теперь опять взять и положить аж целых четыре жетона защиты на корабль. Вот они, родненькие карты защиты. И сейчас, да, первым действием будет активация оружейной. И поместите два жетона защиты в один или два отсека. Но, конечно же, машинное отделение, мостик и медицинский отсек нуждаются в защите. Потому что их сейчас... К ним все внимание. Нужно будет перенаправлять энергию отсюда. Поэтому первые два жетона и первые две карты отправляются вот сюда, вот синему. А вот эти жетоны давай в медицинский отсек и в машинное отделение. Все. Это первое действие. Второе действие опять активация этого же отсека. И еще две карты защиты. И теперь, конечно же, мостик. Так, мостик. Так, и мостик. И хотелось бы сохранить оружейную. Потому что каждый ход нужно будет здесь уже, смотри, грузовой отсек уже легко чинить. Вот эти все... Да, в принципе... В принципе, их все. Ну, давай оружейная. Просто чтобы поддержать эту оружейную. И все. Это второе действие. Ну, а третье действие он не будет использовать. Он говорит, смотри, я себе вот так вот... Вот такое вот дополнительное одно действие. Чуть позже буду использовать это действие. А пока что... Пока что я не буду брать отсюда две карты. Я возьму одну. Нанобота. Нанобота возьму сюда. И лимит карт у нас еще не превышен. Пока что пять карт. Ты понимаешь, да? В сбор ресурсов можно брать либо одну карту, лежащую лицом вверх, либо две карты сверху колоды. Но теперь уже посмотри. Совсем чуть-чуть осталось ресурсов. Здесь открывается энергия данной и карты повреждений. Ну что же, посмотрим, защитил ли наш синий скафандр. Машинное отделение защитил. Ты дышь, ты дышь, ты дышь. Где там первая карта? Вот она. Сработала. Защита. И второе. Медицинский отсек. И еще. И еще медицинский отсек. Здорово, потому что сюда нужно будет сейчас прийти и срочно перенаправить энергию. Итак, вот он второй жетон защиты. Справляется со своим делом. А теперь красный. Нет, нет, не прячься за данными. Давай, думай, что делать. Тем более, вон, смотри, где ты. Видишь ты, в жилом отсеке. Да, что ты там можешь? Поместить мипла любого игрока в отсек, где уже есть другой мипл. И можешь даже сам переместиться туда. Итак, посмотрите на место сейчас основного действия. Раз, два, три. Три отсека. А у нас все здесь. Поэтому первым действием, может быть, переместим себя чуть-чуть повыше. Оставим желтого здесь, потому что он на расстоянии умеет чинить. Ему нужно только взять, потом починить металлом этот отсек. И он сможет на расстоянии чинить любое повреждение. Но, может быть, переместим. Так, черный здесь и так рядом стоит с мостиком. Он быстро дойдет. А вот красному, да, долго. Смотри, раз, два. А так раз. А, то же самое. Да, то же самое. Раз, два. Или раз, два. Но синий, смотри, синий, да, у него есть данные и две энергии, вот, чтобы перенаправить энергию из этого отсека. Поэтому синий быстро с этим справится. Он перешел и починил. Желтый. Желтый будет ходить следующим. И, ну что, здесь его оставить пока что. Ведь он может потом смело перейти сюда и активировать и переместиться к кому-то. Да. Кому-то это значит... Ну, давай так. Чтобы не идти вот так через энергетическое, да, первое, мы перемещаем мипла даже себя к другому. Переместили. Это первое действие. Второе действие здесь. И третьим действием чиним машинное отделение. Вот они, данные. Данные сброшены. И машинное отделение полностью починено. Но где же найти два нанобота? И вот этот металл. А мы знаем, что мы же здесь недавно открывали пять карт. И помнишь, там были наноботы. Поэтому сейчас нам важно... Первым действием сюда. Вторым действием сюда. Третьим. Все. Нам теперь нужно взять, да, две карты ресурса. И точно, смотри, нанобот есть здесь и здесь. Есть два нанобота у красного. И это был сбор ресурсов. Ну, а теперь смотрим повреждения. Какие отсеки повреждения? Мостик! И оружейное! Да ничего подобного! И оружейное, и мостик защищены вот этими жетонами. Раз. Два. Все. Молодец, синий. Так продолжай делать. Смотри, как здорово. У нас мостик не поврежден. Оружейное не повреждено. И сейчас ведь ход у нас желтого, а у него есть одно дополнительное действие. Давай даже так сделаем. Он на него будет показывать. Ты только посмотри на эту ситуацию. Раз. Два. Три. Три отсека еще с непереправленной энергией. Но если с медицинским отсеком и машинным отделением все понятно, то синий справится с медицинским отсеком, красный с машинным отделением, потому что у них все для этого есть. То вот что делать с мостиком? Мостик нужно сначала починить. Нужен нано-бот. А у желтого нано-бота нет. Давай. Первое действие. Он сбрасывает в это дополнительное действие. И говорит, я, пожалуй, обыщу. Шесть. Ой, как хорошо. Шесть. И возьмите две карты. Он берет две карты сверху. Какого-то надеясь, что здесь будет нано-бот. Есть. Это было дополнительное действие. А теперь начинаются основные действия. Первым действием сбрасывается нано-бот. И мы починили мостик. Все. Можно смело идти сюда и перенаправлять энергию. И для этого нужны данные, металл и энергия. Энергия и металл есть. Где же найти? А вот у нас данные. Вот у нас данные. Нужно только взять. Как бы нам сейчас взять? И быстро. А. Можно вот сюда переместиться и сюда. Да, мы так и делаем. Это было первое действие. Первое действие есть. Второе действие сюда. И третьим действием мы перемещаем мипла любого игрока в отсек, где уже есть другой мипл. В данном случае мы перемещаем себя вот сюда, да, в машинное отделение, чтобы быстрее можно было добраться до мостика. И выдыхаем, потому что прямо сейчас мы возьмем две карты. Да, это уже сбор ресурсов. Зачем нам столько металла? Металлический желтый человек. Зачем тебе столько металла? Но взял и взял. А теперь смотрим повреждения. Какое повреждение? Оружейная и столовая. Оружейная получает дыдыщ. Столовка. Где столовка получает дыдыщ? И это, кстати говоря, уже опасно. Нужно идти в столовую и чинить. Правда, нужно только либо энергию, либо нанобота, чтобы взять и сразу починить два повреждения. Фух. Пока что еще два повреждения. Но очень скоро начнется настоящее пекло. Потому что корабль начнет получать по три повреждения сразу. И это начнется очень скоро. У черного скафандра есть нанобота и данные. И он стоит, ты знаешь, вот в таком месте этого космического корабля, что он вообще не нужен. Вот сейчас прям не нужен. Ему сейчас нужно быть где-то вот здесь, а он где-то здесь. Поэтому первым действием он перемещается, наверное, в столовую и будет искать возможность починить столовку. Для этого вторым действием он обыскивает столовую. И здесь четверка. Он может взять один, смотри, одну карту, либо лежащую вверх, либо вниз. Нам нужна энергия, поэтому мы ее берем. Открывается еще одна карта. Наноботы. И вот эту энергию он сразу сбрасывает третьим действием, чтобы сразу починить весь отсек. Почему? Да потому что энергия из столовки перенаправлена. Да. Вот таким образом мы починили столовую. Ну, это было третье действие. А теперь давай так, чтобы уже не расходовать эту колоду, давай возьмем наноботов. Вот так просто нанобот себе взяли, одну карту. Все, все, больше не будем. А теперь повреждения. Металл открылся. Повреждения получает уже три отсека или два. Пока что еще два. Медицинский отсек. Тыдыщ. Ай-яй-яй, синий не успел его починить. И жилой отсек. Жилой отсек также получает повреждения. Но, как мы только что видели, лечить такие отсеки очень легко. Взял один ресурс и сразу все починил. Ну, а теперь, вот только теперь, после того, как черный скафандр сходил, будет ходить синий скафандр. А ведь у него есть все для того, чтобы перенаправить энергию. Да и еще и одно дополнительное действие. Молодец, синий скафандр. Подготовился. В принципе, можно было бы починить оружейную. И оставшимися действиями, как ты понимаешь, защитить мостик и машинное отделение от повреждений. Потому что здесь уже пора перенаправлять энергию. Но, что делает синий? Он говорит, нет, первым действием сюда. Сюда. Так. Вторым действием. Чиню. Да. Металл сбрасываю. Чиню. А как у нас починка происходит? Вот так. И третьим действием. Две энергии и данные сбрасываются. Вот они, смотри. Раз, два, три. Чтобы перенаправить энергию из медицинского отсека. Фух, осталось два. И все. И мы уже отлетим от этого солнца. Потому что слишком жарковато. Но есть еще одно дополнительное действие. Одно дополнительное действие. И, наверное, тратить мы его не будем. Да, потому что начиная ход в этом отсеке, мы возьмем еще два действия. И уж совершенно спокойно. В следующий раз я надеюсь, что мы все починим. Ну, а сейчас три действия были. Смотри. Раз, два, три. Перенаправили энергию. Теперь, что касается... Так. Берем одну карту. Да. Одну карту возьмем. Наверное, какой-нибудь металл. Возьмем металл. Все только для того, чтобы колода ресурсов не закончилась. Да, пускай она не заканчивается. И теперь повреждения. Ну, что же, теперь по три. Дыдыщ! Медицинский отсек. Получай. Грузовой отсек. Получай. Столовка. Получай. Да, с грузовым отсеком нужно что-то делать. Посмотри, здесь, конечно же, перенаправлена энергия. Но, может быть, черный вернется и починит здесь все одним мигом. Но это был ход синего. А теперь у нас, посмотри, здесь у нас ход красного, а потом желтого. Но пора, ребята. Пора, ребята, чинить машинное отделение. Потерпите, пожалуйста, космонавты. Мы вас ждем в Париже на всемирной выставке космических достиганий. Но это если вы сейчас выберетесь из этой передряги. Дело в том, что сейчас красный сбрасывает два нанобота и один металл. Вот, металл и два нанобота идут в сброс, чтобы перенаправить энергию. Фух, это что же получается? У нас только осталось с мостика перенаправить энергию, прийти кому-то сюда и запустить этот космический корабль. Но это было первое действие. Второе действие. Может быть, уже пора переходить вот сюда. Да, давай, все-таки перейдем. Или, подожди, или... Давай, желтый будет следующий. Желтый. Отлично, мы сейчас ему кое-что отдадим. Во-первых, вторым действием... Смотри, здесь данные, металл и энергия. Металл и энергия есть, нет данных. Мы отдаем ему данные. Вот так, забирай данные. Это мы... Это второе действие. Это второе действие. И третье действие. Куда бы нам идти? Ну, давай все-таки к мостику. На всякий случай перейдем. Вдруг желтому понадобятся еще какие-то... От нас... Ну, вот у нас есть и данные, и энергия, может быть, еще заберет. Так, это было три действия. Это были три действия. И теперь мы берем одну карту. Ну, вот такое у нас уже есть, и данные, и энергия. Давай возьмем одну карту. Это будет сбор. Слушай, давай взяли еще одну энергию. Хорошо. А теперь открываются еще три отсека. И это у нас жилой отсек. Пожалуйста. Жилой отсек. Оружейная. И грузовой отсек. Ты посмотри. Сейчас еще одно сюда попадание. И все. Срочно. Нужно сейчас... Ну, желтому нет. Желтый далеко отсюда. Нужно черному... Черному прийти сюда и спасти грузовой отсек. Но желтый сначала будет рисковать. Перенаправлять энергию на мостик. Вернее, с мостика. В центр корабля. О! Крутон! Крутон! Вы крутоны! Вы все крутоны. Потому что у вас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь отсеков. Перенаправили свою энергию в центр космического корабля. А вот сейчас желтым первым действием идет на мостик. Вторым действием смотрим. Здесь у нас энергия, металл и данные. Энергия, металл и данные. Вот. Сбрасывает и передает в центр парижских космических приключений. Все. Вся энергия переправлена. Ну, так они понимают. К сожалению, для нашего уха вот так они разговаривают. Космонавты с центром управления полетом. Так их понимают. Так они разговаривают. Итак, это было, получается, третье действие. Да? Или подожди. Первое действие. Второе действие. Переправил. И третьим действием не успеет дойти до... Да вот это и вот. И третьим действием посмотрите три верхние карты колоды повреждений и поместите их обратно в любом порядке. Мы это сделаем. Нам главное сейчас, чтобы грузовой отсек не получил одно повреждение. Поэтому смотрим. Раз, два. Слушай, а тут где грузовой отсек? А его здесь и не было. Значит, грузовой отсек здесь. Ну вот осталась одна карта. Скорее всего, да. Мы потом посмотрим. Итак, в каком порядке мы расположим эти карты? Следующий ходит у нас игрок в черном скафандре. Ему остался один ход и одно действие активации этого. Значит, смотри, какие у него карты уже не имеют значения. Самое главное, чтобы жилой отсек не получил, грузовой отсек, да. Ну и оружейный, на всякий случай. Так, жилой отсек, жилой отсек. Вот мы видим. Это где-то здесь. А вот здесь мостик, медицинский отсек. И столовка пускай себе получает. Где-то вот так они пускай и лежат. Все, отлично. Это было третье действие. Ну а теперь космонавт вот в этом черном скафандре говорит, ребятушки, ребятушки, давайте перед тем, как я сделаю этот победный шаг, в энергетическое ядро мы взлетим над нашим космическим аппаратом и посмотрим на него сбоку. Да, это было интересно. И черный скафандр перемещается в энергетическое ядро. И когда энергия всех отсеков будет перенаправлена, а это прямо сейчас, переместитесь сюда и потратите одно действие, чтобы активировать энергетическое ядро. Все. Ребят, мы победили. Да, так что можете все приходить в центр нашего корабля. Да, мы, по-моему, справились с задачей. Мы побывали рядом с Солнцем и выдержали солнечный шторм. Это было настоящее пекло. Я надеюсь, что вы ощутили через экран вот этот жар от солнечного шторма, когда у тебя нет ни одной универсальной карты, делай что хочешь, а отсеки потихонечку начинают разрушаться. Кстати говоря, в этой игре есть также возможность сыграть со спасательной капсулой. Это когда мы соберемся с Джованни, Даниэлем и где-то рядом будет Сергей Анатольевич Бухин, и мы разложим солнечный шторм на троих, и вот тогда мы сыграем с этой спасательной капсулой. Пока что, пока что я надеюсь на ваш лайк, на ваш комментарий, на подписку. Если вы еще не подписались, как так, вы смотрите канал неофициально, подпишись и смотри канал официально. И если возможно, ну, знаешь, можно, конечно, взять и уходить на бусте, закрывать видео под замок и говорить, вот будут смотреть только те, кто станут официальными поддерживателями этого канала. Нет, я хочу, чтобы видео смотрели все, но у кого есть возможность, поддерживали этот канал, как они могут. Ссылки для этого есть в описании. Поддержите канал, и будет все еще лучше. Кстати говоря, здесь есть еще соло-режим. Он тоже необычный, у вас будет три космонавта распоряжения, они будут ходить по очереди, и у вас будет один общий рюкзак. Тоже состоять он будет из шести ячеек, но один общий на всех космонавтах рюкзак. С вами был Сергей Анатольевич Ребухин и солнечный шторм. Я надеюсь, вы все еще под впечатлением от этого солнечного шторма. Напиши в комментариях, и я почитаю.